Я включаю запись, чтобы у нас была возможность, потом была у вас возможность посмотреть в записи вебинар, если что-то забудете. Еще раз всех приветствую. Мы с вами сегодня встретились на вебинаре, который посвящен текстам о компании или текстам о себе. Сейчас будем их с вами обсуждать. Давайте начну я, наверное, с того, что представлюсь. Мы познакомимся и к делу, и в тему. Итак, для тех, с кем я не знакома, для тех, с кем мы еще не встречались на курсах, для тех, с кем мы видимся сегодня первый раз, меня зовут Лосева Татьяна. В учебном центре «Специалист» я веду курсы, связанные с текстами, там, продающие тексты, мастерская продающего текста, контент для интернет-продвижения. И новый курс, который, собственно говоря, послужил толчком к запуску этого вебинара, за что ему большое спасибо. Это наш новый писательский интенсив для неписателей, которым я расскажу вам обязательно в конце, но уж никак вы без этого знания не уйдете. Что касается... Работаю с учебным центром «Специалист», преподаю в учебном центре «Специалист» я уже 7 лет. Общий опыт мой работы тренера... Никак, по-моему, никак будут к нам присоединяться. Наверное, сейчас просто уже закончат присоединяться, все, кто захотел прийти, придет. Не выключим сейчас оповещение. Общий стаж тренерской работы в области именно текстов, текстов звука, да, устной речи, письменной речи. У меня уже в этом году приходит как 17 лет. Ну и вообще, в принципе, работа с текстами, моя личная работа с текстами, как маркетолога, как копирайтера, как спичрайтера, в этом году я уже себе насчитала 20 лет. Я... 20-й год я работаю в этой области, 2001 года. Ну, то есть у меня есть чем поделиться вот в этом направлении. Я должна сказать, что текст, вообще, в принципе, текст, способность наша с вами, как людей, друг с другом коммуницировать, с помощью текста передавать свои мысли, с помощью текста убеждать, с помощью текста заставлять, не заставлять, а, скажем так, сподвигать, мотивировать оппонента, совершать какие-то действия, которые нам с вами интересны. Вот эта способность текста, это моя большая страсть, вот всей жизни моя страсть, я с этим работаю, как начала работать после института, да, и все дальнейшие свои и образовательные направления, образовательные финты, и смена работы, так или иначе, всегда связаны с текстом. Потому что это самое, вот для меня, это то, что мне интересно более всего, и не только ковыряться самой, разбираться с текстом самой, искать еще какие-то новые, новые, новые способы работы с текстом, но и возможность показывать это, да, слушателям на курсах, это для меня большая радость, я действительно это делаю с большим удовольствием, и каждый раз радуюсь успехом, когда слушатели, да, присылают свои тексты, мы смотрим, как они работают, это, это большая радость у меня. Ну, это, наверное, самое важное, что вот мне бы хотелось, чтобы вы знали о человеке, который вам сейчас будет рассказывать что-то про текст. Ну, а мы с вами сегодня встретились на этом вебинаре, чтобы поговорить об одной из самых больших групп, таких, ну, широких групп текстов, это тексты о себе, тексты о компании. Когда и в какой ситуации эти тексты появляются? Ну, я сейчас набросала небольшой списочек, возможно, вы захотите мне что-то здесь добавить сейчас, да, вы, а текст о компании мы еще пишем вот в другой ситуации, вот тогда-то, тогда-то, сейчас я тоже вам дам эту возможность, да. Я в первую очередь вспоминаю, что текст о компании – это обязательный атрибут интернет-сайта, да, сайт, который предлагает какие-то услуги, обязательно там есть текст о компании. Мы пишем сейчас тексты о себе в блогах, мы пишем периодически блогеры или, да, кто ведет аккаунты, какие-то продающие аккаунты магазинов, да, мы пишем по знакомству в блоге. Мы, когда откликаемся на вакансию, мы обязательно пишем о себе. Да, предлагаем свои услуги в качестве фрилансера, и опять же, когда мы предлагаем сотрудничество блогеру, по почте, по электронной, мы тоже начинаем текст, так или иначе мы начинаем с текстов о себе. Напишите, пожалуйста, вот сейчас в чат, либо развернуто, либо просто там плюсиком, да, нет, приходилось ли вам писать такие тексты, вот так или иначе в работе своей сталкивались ли вы с такими текстами, писали ли вы их уже или только собираетесь, только планируете. Писали, конечно, писали, резюме, писали, да, резюме, это тоже текст о себе, само по себе резюме, это текст, он такой достаточно формализованный, стандартизованный, да, это таблица, там, которую мы либо ссылкой, либо отправляем вложением, а вот сопроводительное письмо к резюме, это прямо, что называется, творческий процесс, да, это тот самый текст о себе. Так, Валентина, звук у всех есть, всем слышно, посмотрите, у себя включен ли у вас микрофон. Сейчас я напишу. Сейчас я напишу. Так как у всех звук есть, это что-то у вас какая-то неполадка, поэтому попробуйте вот это вот сделать. Итак, вот это вот большая группа текстов, с которыми мы с вами сейчас будем разбираться. Что я хочу успеть сделать за те 45 минут, которые нам с вами выданы? Я хочу выделить основные, спойлер, 4 ошибки, которые мы чаще всего допускаем, когда... Сейчас, знаете, что я подумала, что, наверное, сейчас секундочку, если я у себя выключу звук, наверное, у вас перестанет вот это вот биликать. Проверка. Надеюсь, перестанет мешать вот это вот биликанье вам сейчас. Итак, за вот эти вот 45 минут, что я хочу сделать? Я хочу выделить с вами, прямо сейчас я подготовила несколько текстов. На примере текстов мы с вами вместе определим, выделим 4 основные, самые большие, самые важные ошибки, которые мы чаще всего допускаем в работе с текстами. Это первое. И на этих ошибках выстроим себе логику, как можно этих ошибок избежать. Ну и в конце обязательно, конечно же, я отвечу на все вопросы, которые у вас возникнут. Ну, по регламенту у нас 45 минут на основное обсуждение, потом, если будут дополнительные ваши вопросы, мы сможем пообсуждать ваши темы, да, и на ваши вопросы я буду отвечать уже там сверху, 45 минут. Итак, основные ошибки. Поехали. А, пропала лекалка. Затропилась. Скажите, пожалуйста, вот эти все тексты о компании, скажите, пожалуйста, вот эти все тексты о компании, а зачем их люди читают? Вопрос к вам. Зачем люди читают вот эти тексты о компании? О себе, о компании, неважно тут на самом деле. Для чего? Что они в этих текстах ищут? Если есть текст, он, Светлана, когда нужна, какая? Какая информация нужна читателю, когда он читает текст о компании? Историю, опыт, доверие к компании. Так, интересно, хорошо. Какие еще версии? Чтобы познакомиться. Зачем? Зачем познакомиться? Чтобы иметь представление о репутации. Зачем? Вот, смотрите, Наталья пишет, подходит она или нет, уже прямо горячо, горячо. Сергей очень горячо, прямо уже прям горячо. Может ли кто-то, он решить проблему? Решить своих проблем. Вот, совершенно, чем она полезна для меня? Супер, то, что нужно как раз. Да, иметь дело или не иметь. А почему иметь дело или не иметь? Потому что, решит он мою проблему или не решит он мою проблему? И здесь я вам хочу привести фразу. Я ее увидела, на самом деле, совсем недавно, но влюбилась уже, наверное, раз и навсегда. И хочу вот, да, ей с вами поделиться. Смотрите, американский ученый сказал, в 18 лет вас заботят, что о вас думают другие. В 40 лет вам наплевать, что о вас думают. А в 60 вы уже знаете, что о вас вообще никто не думает. И это то, что должно быть у нас с вами в памяти, когда мы начинаем писать текст о себе. Благодаря вот этой фразе мы можем до этой умной мысли дойти, не дожидаясь 60 лет. О нас вообще никто не думает. То есть, когда вы пишете текст о себе или когда кто-то читает ваш текст о вас или о вашей компании, ему все равно до вашей истории, ему все равно, какие вы услуги на самом деле предлагаете, ему все равно до вашей репутации, хороший вы человек или плохой. Читатель, когда читает ваш текст, он хочет получить ответ на один единственный вопрос. Вы ему в чем-то будете полезны или нет? То есть, если я сейчас ваш текст, читатель вашего текста, то все, что я хочу знать, будете вы мне полезны или нет? И вот вся ваша история и все, что вы мне там напишете, оно будет все транслироваться, восприниматься мной через вот эту призму. Какую из этого пользу получу я как читатель? Это очень важный момент. Надо нужно просто зафиксировать, запомнить. И каждое слово, которое вы будете писать в тексте о компании, вы должны проверить. Показал ли я читателю, какую пользу я ему принесу? Увидел ли он эту пользу? И в этом контексте давайте разберем несколько текстов и сформулируем, какие же, собственно говоря, ошибки может совершить автор текста о компании. Вот смотрите, текст, все тексты реальные. Абсолютно. Это вообще скриншот. Что называется, ничего не придумала. Что в этом тексте не так? Или может быть кому-то так? Кто-то, может быть, скажет, что да, отличный текст. А кто-то уже скажет, нет, текст не годится. Если не годится, то почему не годится? Что в нем плохо? Ваши версии. Нет конкретики. Я бы даже сказала больше. Сейчас посмотрим, кроме Светланы еще кто-то скажет. Я бы сказала больше, не только конкретики. Здесь нет вообще, в принципе, меня как читателя. Сергей, точно, самолюбование. Мы команда, мы профессионалы, мы крутые, мы молодцы. Но, ребята, я читаю этот текст, и я не понимаю, что они мне предлагают вообще. То есть я только из названия, очень сильно как-то вот подумав, могу догадаться, что промбанк, ну, программбанк, наверное, что-то, какая-то программа для банка может быть, а может быть и нет, или может быть это вообще банк. То есть никакой абсолютно нет в этом тексте полезности. Я буду все о себе, все о себе, все о себе. Мы классные, мы крутые, мы замечательные. А какую пользу я получу, вот, работая с вами? Мне зачем с вами работать? Мне зачем вступать в вашу команду? Не обязательно работать, даже устраиваться к вам на работу. Зачем? Текст для сотрудников, текст для потенциальных сотрудников, да, на самом деле он размещен на сайте, да, вы взгляните в корень, да, он, наверное, в большей степени ориентирован на то, что приходите к нам работать, но это тоже продажка. И мне непонятно, почему я должна идти к вам работать. Вот вообще совершенно непонятно. Давайте еще один текст, я, это был текст о компании, это текст о себе, это текст в блоге, предположим. Лицо, сразу скажу, лицо вымышленное, то есть никакого реального человека я не взяла, чтобы обидеть. Что здесь не так? Это блогер, решила познакомиться, что-то в нее подобавилось подписчиков. Работают долго все молодые, да, явно где-то вручь. Давайте вот такой текст посмотрим. У них общая ошибка, на самом деле, и у одного текста, и у второго текста, у этого тоже. Подробно о личном, но это на самом деле, опять же, неплохо. В какой-то ситуации, может быть, и неплохо бы мне знать. Вопрос, зачем? Вопрос, зачем мне это знать? Зачем увлечение? Зачем увлечение? Нет увлечения. Ну, хорошо, добавила бы она, кто написал, что нет увлечения? Добавила бы она, что она занимается танцами, иконами, спортом. Мне это зачем? Чем интересуется, чтобы вызвать интерес к общению? Нет, зачем мне к ней присоединяться? Почему я должна к ней присоединиться? Какую пользу я получу от того, что я к ней присоединюсь? Давайте этот момент зафиксируем. Мы с вами сейчас четыре ошибки наработаем, а потом выстроим схему, и к этому тексту вернемся. Мы постараемся выстроить приблизительную какую-то картинку, понимание, что можно было бы написать, чтобы на нее захотелось подписаться. У меня нет причин на нее подписываться. Вот смотрите, знаете, какую очень частую ошибку делают люди, которые пишут о себе в блогах, особенно начинающие блогеры? Они думают, что это бесплатно, что читатель ничего не платит за то, что он подписался. Вы согласны, что это читатель ничем не платит, подписываясь на какого-то блогера или чем-то платит? Какова цена подписки для читателя? Временем платит. Временем своим платит. Это самое драгоценное, что есть сейчас у нас. Для многих это дороже денег. И объясни мне, почему я должна подарить себе свое время? Да, свое время, свое внимание. Согласна. Итак, первое, что мы с вами фиксируем, самая большая ошибка, которую можно написать в тексте о себе или о компании, это не показать, какую пользу я несу читателю. То есть говорить о себе, ошибки в тексте, ошибки в тексте это тоже. Говорить о себе, но при этом не показать читателю пользу. Это первая ошибка. Ошибка номер два. Ошибка номер два. Что здесь? Посмотрите, вот такой текст. Опять же, это скриншот. Выделила уже без картинок, просто исключительно скриншот текста. Что здесь не так? Здесь пишется польза. Ребята занимаются инженерными изысканиями, что-то связанное с землей. Стиль. Стиль. А в чем плохо стиль? Что не так? Общие слова. Протокольный. Согласна. Но на самом деле, знаете, мне больше даже кажется, что не столько протокольный. Плохо видно, да? Но я, смотрите, могу прочитать. Компания Getty Group является одной из ведущих российских компаний в области инженерных изысканий. Предлагаем эффективные решения по доступным ценам. Ну и дальше я считаю, что, собственно говоря, читать совершенно нет смысла. Здесь плохо не в том, что он протокольный. Он визуально не цепляет. Я выделила только текст специально, чтобы он нас не отвлекал от картинок. Вот. Похоже на миллион таких текстов. Смотрите. Нет ничего плохого сказать, что у нас эффективные решения. Изыскание непонятно. Это вопрос к целевой аудитории. Если читатель знает, что такое инженерное изыскание, значит знает. Если не знает, значит вы не целевая аудитория. Это не проблема. А вот то, что эффективные решения, вот это проблема. То, что конкурентно способные цены, вот это проблема. И опять же, не проблема то, что слово эффективные решения, а в том, что эффективные решения сейчас на каждом углу. У каждой компании, на каждом сайте так или иначе написано про то, что мы одни из ведущих, то, что мы предлагаем эффективные решения, то, что у нас есть там уникальные преимущества. Они ничем не отличаются от других. А я хочу увидеть, а почему я должна именно с вами работать, а не с кем-то еще. Смотрите, еще один текст. Опять же, вот текст пишет... Это потенциальный копирайтер. Потенциальный копирайтер пишет работодателю, откликается на вакансию. А, я поняла. Должна быть изюминка, Дарья, совершенно точно. Должна быть изюминка, должна быть уникальная. Вот смотрите, пишет копирайтер. Прошу рассмотреть мою кандидатуру на должность в вашу компанию. Меня зовут Александра Иванова, я закончила такой-то факультет, я стрессоустойчива, я коммуникабельна, я ответственна, я легко обучаюсь. Ну, хочется сказать, я ма-ла-дец. Обучайся дальше. Опять же, не так плохо, что она написала себе, что она стрессоустойчива. Нет, даже не для бухгалтера, ни для кого не норм. Вот ни для кого не норм. Потому что вот этих стрессоустойчивых и коммуникабельных, их миллион. Даже бухгалтеров. Их миллион. А я хочу понять, чем вы отличаетесь. Чем вы отличаетесь от других. И это вторая ошибка. Не пишет, что умеет. Вот сейчас пообсудим, что можно бы писать. На самом деле, разные у всех есть возможности, да, о чем написать. Но это вторая самая большая ошибка. То есть, тут еще раз говорю, я их четыре. Да, первая ошибка. Не показать пользу в тексте о себе. Вторая ошибка. Ничем не отличиться от других. Ничем не найти то, что я делаю лучше. Почему нужно обратиться ко мне, а не к 300 другим компаниям, которые это тоже самое предлагают. Это вторая ошибка. Ошибка номер три. Здесь я вам даже привожу образование, опыт, умения. Юрий, ага, отлично. Мы сейчас будем с вами пытаться сформулировать текст вместе. И я думаю, что вот это вот все как раз вот туда включим. Да, это все туда как раз нам отлично пойдет. Ошибка номер три. Здесь я даже не поленилась, так как я поняла, что сделать скриншот я не смогу. Поэтому я, смотрите, записала видюшку, как я читала этот текст. Что здесь не так? Что здесь не так? Хотите, остановлю, хотите, почитаю. Но на самом деле, спойлер, здесь не надо читать, чтобы сказать, что здесь не так. Много. Много, не дочитаешь до конца. Очень много букв. Сейчас на самом деле есть, возвращается тренд к длинному чтению. То есть, опять же, даже есть такой термин, термин лунгриды. То есть мы, как читатели, сейчас опять стали любить читать длинные тексты. Но этот длинный текст никак не о компании должен быть. Это может быть длинный текст какой-то истории. Это может быть какой-то информационный текст. То есть интересная статья, где я получу для себя что-то важное и нужное. Но писать лунгрид о себе – это нонсенс. Потому что ни один читатель в здравом уме и доброй памяти не будет через количество много будет прорываться. Да, совершенно с вами согласны. И второй вариант похожей истории. Смотрите, тоже даже сделала скриншот. Специально делала такой прям большой. Не вчитывайтесь, что там написано. Просто увидите общую картину. Какое-то безумное количество кружочков, картинок, слов маленьких. Они еще иногда всплывают, если в реальности иногда пропадают. У меня глаза последят буквально минуту после того, как я нашла. О, это то, что надо, то, что нужно как раз обсудить. Слишком много миссий, непонятно о чем. Итак, смотрите, это третья ошибка – писать слишком много и сложно. Писать о себе нужно ровно, нам нужно с вами написать ровно столько, чтобы читатель одним взглядом, схватив наш текст по диагонали, он понял, о чем идет речь. Чем вы ему полезны, чем вы отличаетесь от других. Все, больше ничего не надо. Выключите микрофон. Но микрофон я не могу выключить, это будет неинтересно для вас. А у всех остальных вроде как микрофоны выключены. Или кому-то мешает. Да, сейчас я посмотрю, давайте, у кого-то фонит. Я у всех, у всех, у всех, у всех выключила. Друзья, пожалуйста, у кого какой-то звук, выключите, пожалуйста, звуки, потому что вообще это странно, что фонит, удивительно, что фонит, потому что я звук у всех отключила. От кого может идти фон? Это загадка. Значит, моя задача говорить так, что ок, да, спасибо большое, кто нам откликнулся. Итак, ошибка номер три, писать много и слишком сложно. Это тоже, вот смотрите, почему я взяла именно эти ошибки. Я, готовясь к вебинару, да, лишний раз отправилась на просторы интернета, на просторы соцсетей посмотреть, что сейчас интересненького, новенького пишут. Думаю, может быть, что-то изменилось за последние полгода, пока вот я этой темы не касалась. Нет, ничего не изменилось. И основные вот эти вот, основные больные четыре вот эти вот точки, основные четыре мозоли я вам выявила. Третья ошибка – это писать слишком много и слишком сложно. Ошибка номер четвертая и последняя. Я не буду ее даже вас там разыскивать, предлагать вам разыскивать эту ошибку. Практически во всех текстах, которые я видела, практически во всех текстах она присутствует. И эта ошибка – написать, забыть, сказать читателю о том, что ему делать дальше. Есть такое мнение, что вроде бы текст о компании или текст о себе – текст не продающий. Ну, я как бы ничего не продаю, я же просто вот тут стою в стороночке и рассказываю о себе. Как будто бы, да, в переходе музыкант играет и денег совсем не просит. Но это странная ситуация, это на самом деле не так. Я рассказываю о себе для того, чтобы читатель что-то сделал. И если читатель осилил мой текст, я обязательно должна предложить ему перейти на следующий шаг. Ну, вот представьте себе, что вы приехали в новый дом, да, купили квартиру, приехали в новый дом. И на лестничной клетке встретились со своей новой соседкой, с человеком, которым вы теперь жите вместе. Вы друг друга улыбнулись, познакомились, представились. Меня зовут так, меня так, вы поговорили, да. Странно расстаться, если уже завязался контакт, странно расстаться на этом этапе ни с чем. Мы же обязательно предложим какое-то следующее действие. А запишите мой телефон, чтобы у вас был, правда? Или, а зайдите ко мне посмотреть ремонт. Или, а приходите ко мне в выходные попить чаю. То есть обязательно мы продолжим следующее. Мы попытаемся перевести человека, который нам интересен и нужен. Мы попытаемся его перевести на следующий уровень общения. Почему так часто забываем об этом сделать в тексте? Читатель, если он прочитал текст, если ему стало интересно, он готов. И что? Что ему можно на этом этапе предложить? Если о компании, посмотрите, да, пришлите заявку, например, на сотрудничество. Перейдите в каталог услуг, посмотрите, что мы, какие мы услуги оказываем. Если речь идет о кандидатуре на должность копирайтер, да, напишите, посмотрите мое резюме, ознакомьтесь с моим резюме. Напишите мне, какую тему я могу написать, я напишу тестовую статью. Ну, обязательно нужно это предложить. То есть хороший, даже хороший текст, не говоря уж о плохих, но хороший текст может оказаться в подвешенном состоянии просто от того, что мы вот этого вот не сказали читателю. Итак, подводим итог и пробуем посмотреть это на тексте, да, пробуем набросать какой-то текст. Четыре основных момента, которые мы должны с вами проверить, я вам рекомендую, да, будете свой текст писать, попробуйте прямо вот по вот этим вот последовательности проверить, да, есть ли в тексте польза. Понятно ли читателю, какая, понимаете, какая от моей коровы польза будет, да, матроскина. Вот понятно ли читателю, какая ему будет польза от вас. Держите все время в голове, что читатель о вас не думает вообще, он все равно, даже когда читает о вашей компании, он думает о себе. И вы должны ему объяснить, какое он получит, что хорошего он получит от общения с вами. Уникальность. Чем вы отличаетесь от других? Я сейчас покажу, как можно эту уникальность, да, какие есть варианты от уникальности, как преподнести эту уникальность. Третий вариант – лаконичность. Текст должен быть кратким настолько, чтобы дать всю нужную информацию, но при этом не утомить читателя. И обязательно включите в текст призыв к действию. Обязательно скажите, то есть вам понравился текст, да, вам было интересно, ну так давайте мы с вами перейдем на следующий уровень знакомства. Это не какая-то там такая вот активная там, да, злобная продажа, ни разу у них ни секундочки, это не манипулирование. Это на самом деле естественное, разумное, последовательное развитие событий, когда мы знакомимся с кем-то. Давайте попробуем что-то такое составить. Итак, смотрите, на примере вот той самой первой блогерши, давайте вот ее возьмем знакомство, она написала, что я врач, 10 лет проработала в поликлинике. Это прекрасно, но если бы она мне еще сказала, что в своем блоге я рассказываю о, например, взаимодействии родителей с системой здравоохранения, мне сразу, ага, я понимаю, зачем тебя читать, я понимаю, зачем на тебя подписаться. Я родитель, я мама, у меня есть дети, и мне интересно, как там надо взаимодействовать с поликлиникой, я готова тебя читать. С тем же успехом она могла бы сказать, что она увлекается танцами, рассказывает о том, как научиться танцевать, или снимает смешные видео, от которых я буду веселиться, которые будут меня веселить раз в неделю. То есть все, что угодно, но она обязательно должна была сказать, в чем польза. Вопрос к вам. Согласны? Понимаете? Видите, в чем польза заключается? Пожалуйста, как-нибудь махните плюсиком, галочкой, то есть что да, согласны, да, понятно. То есть первое, что мы включаем, ага, отлично, спасибо. Мы включаем пользу, мы даем читателю ту полезность, которую он получит от взаимодействия с нами. Вопрос второй, вопрос уникальности. Ну, на самом деле, частично она уникальность уже здесь включила, она сказала, что она педиатр, да, 10 лет проработала в поликлинике. То есть уникальность – это то, что нас отличает от других. Чем больше мы скажем о себе, да, тем больше шансов, что мы будем отличаться от других. Ну, то есть людей, которые работали педиатром в поликлинике, их не так, ну, по сравнению, там, в рамках земного шара их не так много. Людей, которые проработали педиатром в поликлинике 10 лет, еще меньше. А что мы можем еще добавить себе в уникальность? Мы можем сказать, что я кандидат наук, да, то есть все свои регалии, да, я кандидат наук, я победитель какого-то конкурса. Сейчас прикидывайте на себя, да, что вы в этой ситуации можете, да, какие у вас есть регалии, какие у вас есть, да, что можно добавить. Умение сейчас отдельно мы с вами тоже поговорим. Можно добавить, да, то, что я умею, можно добавить то, что я там, с чем я работаю, да. Вот все, что все, если, опять же, если речь идет вот там про копирайтера, который предлагает свои услуги, откликается на вакансию, естественно, надо ему сказать, что он умеет. Главное, чтобы все вот эти вот дополнения, которые она здесь указывает, они были в тему, опять же, в тему пользы. То есть если она скажет, рассказывая взаимодействие родителей с системой здравоохранения, и при этом я мастер спорта по, там, бальным танцам, то мне непонятно, какая связь бальных танцев с системой здравоохранения. Понимаете, да? Поэтому в этом случае, да, это будет не то, что идет на плюс. То есть мы добавляем только то, что работает на подтверждение пользы. Очень часто бывает, что у нас с вами еще пока нет регалий. Вот я в описании к вебинару тоже писала, да, вот что делать, если я пока еще, да, у меня там Гремми нет, Нобелевской премии нет, не кандидат наук, я и 10 лет не проработал, да, то есть нет вот этих регалий, которыми можно было бы отличиться от других. Знакомая ситуация. Представляете, что такое может быть, да? Для начинающих в какой-то сфере это очень частое явление. Да, хочу работать, силы есть, желания есть, а регалий, навыка, опыта, чем-то, чем можно было бы козырнуть, пока нет. Да? Что в этом случае можно сделать? В этом случае мы можем подать свою уникальность, опять же, отвернуться от себя и повернуться лицом еще ближе, повернуться лицом к своему читателю. Смотрите, что можно было бы сказать. Расскажите, как ему будет с вами хорошо. Расскажите, что вы для него сделаете. Да? Вот в данном случае с блогом можно было бы сказать, в моем блоге вы узнаете, как научиться вот этого, как отказаться от прививок, а все-таки в сад поступить, как правильно оформить больничный лист. Да? И смотрите, здесь же она не говорит уже о себе, она говорит о читателе. Она вообще не говорит, она даже не доказывает, что она может это сделать. Она просто говорит, что я тебе это расскажу. Но за счет того, что она точно попадает, если она точно попадает, точно попадает в его потребность, в его хотелку. Маша, я ваша навеки. Да, мне это интересно, я готов вас читать, я готов вас слушать. Да? И это отлично работает, когда вы только начинаете в какой-то сфере работать, и когда у вас пока нету еще раз, да, там, каких-то регалий, каких-то звездных там, да, там, не знаю, дипломов, конкурсов, чего-то, чем можно было бы прямо вот козырнуть и отличиться, да, просто говорите меньше о себе, расскажите, что вы сделаете для читателя, и он вам за это будет благодарен. И это вопрос уникальности. Вопрос к вам. Понятно, о чем я говорю, если что-то добавить, может быть, с чем-то не согласны, или, да, все, отлично, я попробую так сделать. Ага, спасибо. Попробуйте, попробуйте, вот, сделать, сядете сегодня, может быть, или завтра, когда сядете писать свой текст, попробуйте зайти с этой стороны. Ну, с точки зрения лаконичности, конечно, простые, а вы думаете, есть какая-то вот волшебная загадка? Нет, нет, все лежит на поверхности. Мы просто иногда либо забываем об этом подумать, либо все гениально и просто. Я вообще, я большой любитель, для меня один из самых больших авторитетов в области текстов – это Аристотель. Вот, правда, и книга «Риторика Аристотеля» для меня – это одна из настольных книг, при том, что эта книга была написана… Сейчас я задумалась, да, сколько веков назад. Все уже написано, надо просто об этом вспомнить. Все уже придумано. Так, лаконичность. Ну, здесь я не буду ничего больше говорить, да, действительно, текст должен быть лаконичным, то есть ничего лишнего быть не должно, только то, что нужно читателю. Да, минимум, минимум того, что нужно читателю. И последнее, последнее – это призыв к действию обязательно не забудьте. Даже когда вы пишете работодателю, даже когда вам чертовски неудобно его к чему-то призывать, поищите возможность использовать какой-то глагол, который ему скажет, что вы от него ждете. Можете три раза написать «пожалуйста», если чувствуете, что как-то вот, как-то вот прям вот неловко вам, да, ему что-то каким-то глаголом говорить, позвоните, скажите, напишите. Но обязательно используйте глагол. Причем, смотрите, призыв к действию я предлагаю делать тоже не просто такой в лоб. Вот у нее, на самом деле, в первом тексте, если помните, у нее тоже был призыв к действию. Да, и у нее был какой призыв к действию? Давайте-ка познакомимся. Напишите мне о себе. И тут я думаю, что это я должна ей писать о себе, а почему я должна с ней знакомиться, да, с какой стати я должна в чужом блоге рассказывать, вообще светиться, рассказывать какие-то свои там, да, характеристики, данные. Попробуйте призыв к действию повернуть так, чтобы это было тоже полезно читателю. То есть не просто я хочу, чтобы вы мне что-то рассказали о себе, под моим постом какие-то комментарии написали, а напишите, сколько лет вашим детишкам я сделаю статью по вашему, цикл статей по вашему возрасту. Напишите, с какими проблемами вы сталкивались с поликлиниками, системой здравоохранения, и я отвечу прямо сейчас на этот ваш вопрос. То есть с одной стороны это призыв к действию, а с другой стороны даже в призыве к действию есть польза для читателя. И это прекрасно, это обязательно сработает. Это сработает на 100%, потому что когда читатель видит, какую он получит пользу с того, что ему предлагает автор, ну, дурачков нет, на эту пользу не реагировать, понимаете? Поэтому работает на 100%. Алексей пишет, если вы 20 лет работали без регалий, это плюс. Ну, можно вообще любую ситуацию, да, повернуть в свою пользу. Да, 20 лет проработала в поликлинике и не стала кандидатом в наук, да, потому что я работала, а не наук, да, детей лечила, а не диссертацию защищала. Можно, можно развернуть, да, можно любую, на самом деле, да, свою там регалию или ее отсутствие, да, развернуть с полезной, с позитивной стороны. И это четвертый пункт, который нам с вами нужно учитывать, когда мы пишем текст о себе. Напишите, пожалуйста, сейчас, какие у вас есть на этот счет мысли, и какие вы в этом, вот в контексте, в таком контексте работы с текстом, какие вы видите сложности? То есть что-то может быть, нет, я вот это, ну, а то чего, у меня это нет пользы никакой совсем, да, или, да, я не знаю, какой призыв, а какой я призыв напишу, я начальнику, большому боссу, там, директору Роскосмосу пишу, какие, какие там, в этом случае, да. Или все ясно-понятно, вы сейчас заканчиваем, мы с вами вебинар, вы берете, открываете ноутбук, открываете Word и пишете или редактируете там уже ранее написанный текст. Картинки, картинки, они всегда хороши, картинки, это всегда вещь, помогающая тексту, но тут надо смотреть, в каком формате вы отправляете, то есть если у вас пост там в Инстаграм, в Фейсбук, и вы пишете о себе, конечно, должна быть фотография. Если у вас текст о компании, то, конечно же, должна быть фотография, только не вот эта какая-то такая, знаете, стандартная, где вот эти вот руки такие вот, да, скачанные из картинок в Яндекс, а какая-то, опять же, фотография директора компании, там, ключевых топ-менеджеров компании, то есть что-то такое вот. Если вы отправляете письмо по электронной почте, то я бы не рискнул добавлять фотографию, потому что может подзагрузиться, почта, да, почта может плохо доставляться, и читатель не будет раз. Поэтому, если можно добавить картинки, лучше добавить. С краткостью сложность, но это я сейчас тогда об этом скажу. Боссу, позвони мне, позвони, все равно пишите вопрос, все равно обязательно напишите призыв к действию, даже боссу, да, напишите, пожалуйста, когда вам будет удобно обсудить со мной, там, мое предложение. Даже боссу я могу написать глагол, в котором я напишу, призову его к действию. Про достижения лучше писать про, неважно, последние вообще или за последние годы, про те, которые имеют отношение к тему беседы. Да, то есть если вот в этот текст мы сейчас начнем писать, что, опять же, она мастер спорта по карате, или танцам, или еще что-то там, совершенно не имеющее отношение к делу, то это будет неуместно. А достижения все, которые вы, все хорошего, что вы можете о себе сказать, имеет смысл говорить. Если их так много, что устанете писать, да, то тогда как-то обобщать. Если не хватает уникальности, да, вот если регалии, сертификаты у многих, не только у меня, и опыт работы тоже не только у меня, это значит, не хватает уникальности. Если не хватает уникальности, повернитесь лицом к читателю, так говорят очень немногие, поэтому я вас уверяю, вы будете отличаться. Да, скажите ему вот, что вы ему несете. Я вам напишу тексты какие-то очень классные, или я... Сейчас у меня случился коллапс, да, что я конкретно вам хорошего, полезного принесу, что я для вас сделаю. То есть просто пишите меньше о себе, пишите больше о нем, и он будет вам благодарен. В резюме, опять же, уникальность в самом резюме, которое мы прикрепляем к письму, да, вложениям, скорее всего с уникальностью, но оно достаточно стандартное письмо, то есть вы просто пишете о себе в определенном порядке, поэтому здесь вы, конечно, с уникальностью особенно не разбежитесь. А вот когда вы пишете сопроводительное письмо к тексту, да, то есть вот тот текст, который в теле письмата вы пишете, да, Вот здесь вся та же самая уникальность. Расскажите сразу в двух словах, что полезного вы несете работодателю. Что вы можете сделать. Узнайте о нем как можно больше. Изучите его сайт. И скажите, что вот именно для вас, вот именно про вас я что-то хорошее вам могу сделать. Он будет счастлив. Так, вопросов стало много. Давайте тогда, чтобы я не задерживалась, я сейчас в двух словах скажу про краткость. Кто написал. И вернусь опять к вопросам. На все вопросы обязательно отвечу. Вот сколько у нас их будет, столько на все вопросы отвечу. Поэтому ни один не пропущу. У кого проблемы с краткостью? Кому сложно написать кратко? Ну или вообще на самом деле кому сложно писать? Я вас естественно приглашаю. Прямо с гордостью, с радостью запустили в этом месяце курс. Это такой курс, это даже не курс, это интенсив. И это моя прям мечта, которая сбылась и на которую я прям вас приглашаю к ней присоединиться. Интенсив на 8 часов. То есть это даже нельзя назвать писательским курсом. Мы бы даже назвали писательский интенсив для мне писателей. Это курс на 8 часов, то есть на один рабочий день, в котором практически нет теории. То есть курс, на котором, если хотите, если кто-то хочет теорию, я вас тоже могу приглашать. Там мастерская продающего текста, пожалуйста. Мы там разбираем именно теоретические модели. Но вот сейчас я вас приглашаю на курс, который на 90% наполнен практикой. То есть курс, на котором мы с вами будем вместе работать целый день, вы будете писать свой текст, а я буду корректировать и направлять вас. И там мы с вами посмотрим, и как написать текст, если ничего не придумывается. Откуда взять идеи, если ничего не придумывается. И как структурировать текст, чтобы он был понятен читателю. И приемы редактирования текста, в том числе, как избавиться от воды, как написать меньше, мы тоже на это проводим практически. Приглашаю от всей души, потому что действительно, вот это курс, моя мечта. Я так давно мечтала его запустить, мы его запустили. И он, правда, классный. Просто, правда, классный. Да, я не буду о нем рассказывать больше. Поэтому приходите. Вот у кого, еще, знаете, такая тоже ситуация. У кого есть история, что я не знаю, о чем написать, не знаю, как написать. А когда написал, стало слишком много, приходите, разберемся. И главное, что вот реально, это один день. Приглашаю и тех, кто никогда не писал текст и вообще не знает, как к ним подойти, абсолютно с нуля. Да, мы так или иначе выстроим структуру работы с текстом. И приглашаю тех, кто пишет часто, много и регулярно. И нужна именно такая прокачка, нужен взгляд со стороны. И этот взгляд я вам тоже предоставлю. Группа там очень небольшая, там совсем много людей мы туда не приглашаем. Как раз для того, чтобы с каждым, с каждым успеть взаимодействовать. Поэтому от души приглашаю. Это на вопрос, как быть с краткостью. И возвращаясь к вашим вопросам. Возвращаясь к вашим вопросам. Светлана, хочу пересмотреть свое резюме. Думаю, что в нем много изменится. Да, да, на самом деле вот зацикливаемся. И именно поэтому очень важно периодически, классно, что есть возможность каких-то таких небольших встреч. Просто периодически нужен взгляд со стороны. Нужна какая-то свежая структура, как можно уже привычную деятельность по-другому немножко организовать. Как можно на нее там немножко по-другому посмотреть. Отлично, я очень рада, что вам это дело пришлось, что называется, да, ко двору. Сергей, заметил, что блогеры пишут на одну тему. То есть получается, что можно писать только на одну тему? Ну, вы имеете в виду что? Что вот, например, если я сказала, что я врач-педиатр, да, то я должна уже, и вот я пишу про систему здравоохранения родителей, то я должна писать на эту тему. Ну, в принципе, да, в принципе, да. Блог, конечно, особенность все-таки блога от какого-то там информационного портала в том, что блог – это история личная. Поэтому какие-то небольшие включения, меня как мамы, какой-то там вот буквально намек на то, что как я люблю кошку свою, как я люблю там своего мужа, он может быть в тексте, да, и в блоге в принципе. То есть там по выходным я могу делать какой-то там экскурс в свою личную жизнь. Или в сторис я могу показывать чуть-чуть своей личной жизни. Но вот в соотношении профессиональное то, что я пообещала, плюс с личным, да, должно быть, ну, приблизительно соотношение где-то 80 к 20. То есть 80% все-таки, если уж вы меня, я подписалась на то, что вы мне рассказываете про здравоохранение, то я должна, конечно, получать эту информацию. Потому что, ну, будет иначе непонятно. Я подписалась на запользы, а получаю чего-то там я получаю, да, про то, как вы с мужем в ресторан ходили. То есть лучше, конечно, да. Есть ли какие-то приемы написания, чтобы текст не казался сухим в ритмах? Конечно, есть такие приемы, ну, в двух словах основные, да, могу сказать, что называется направление. Вы погуглите, наполняйте текст примерами, почитайте в Яндексе или в Гугл, они вам выйдут. Что такое ритм текста? Наверное, для резюме это все, наверное, вот эти два инструмента, да, ритм и наполняйте текст примерами. И вот выйдет чуть-чуть позже запись, ну, вот я не знаю, как бы нам с вами только зафиксироваться, но, может быть, своему менеджеру напишите просьбу, да, в специалист, что когда появится, недели две назад я вела вебинар, тоже был бесплатный вебинар, просто запись его еще не опубликовали, как текст, который улыбается. Да, вот как раз там я говорила в эмоциональности текста, и вот выйдет в записи, вы можете там, на самом деле, вот именно, чтобы вот это вот избавиться от сухости, можете много полезного для себя почерпнуть. Ну, или приходите, конечно же, на курс, я вам так этими приемами засыплю с головой и разберем, главное, что на практике, то есть поработаем с вашим текстом. Главное, что там не столько теория, сколько практика. Так, Валентина, я не писатель, я читатель, тоже хорошо, но сейчас, мне кажется, нет тех, кто не писатель, сейчас мы все становимся так или иначе писателями, потому что так или иначе что-то пишем о себе где-то в блоге, там какие-то статьи. Сколько стоит курс? Друзья, вот по поводу стоимости, это лучше обратиться к менеджеру своему. Ну, я боюсь сейчас вас обмануть, потому что там есть персональная, у вас же, может быть, какая-то там персональная скидка за то, что вы уже там не первый курс проходите, специалисты, поэтому, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, ну, дай бог, что я никого не обманул, ну, по-моему, 6900 вот этот вот короткий курс, это однодневный стоит, да, но, опять же, лучше обратиться к менеджеру, потому что своему администратору, да, потому что у вас могут быть какие-то свои там бонусы, скидки, и для вас он будет дешевле. Если, наоборот, речевая недостаточность, какой курс подойдет? Ну, речевая недостаточность в современном мире это скорее достоинство, чем недостаток, потому что мы в основном много говорим, много пишем, и тех, кто говорит мало, на руках носят читатели, благодарят. Опять же, приходите с речевой недостаточности, тоже вот я на интенсив я приглашаю действительно всех, потому что там практически нет теорий, да, мы будем практиковать, да, вы будете писать, а я буду, что называется, таким вот внешним наблюдателем, и я буду подсказывать, а что можно сделать, да, что можно сделать, чтобы писать поменьше, а что можно сделать, чтобы писать побольше, да, чтобы раскрыть мысль. Ну, и опять же, из бесплатного, да, для речевой недостаточности очень рекомендую, ну, чуть попозже на YouTube появится запись, запись не очень быстро, да, вот этих вебинаров обновляется, появится запись, текст, который улыбается, посмотрите его. А так вот даже с речевой недостаточностью приходите на писательский интенсив, мы вас разговариваем. Интенсив, как писать писателю, ну, для писателя у нас есть курс мастерская продающего текста, он просто более объемный, мы там уже именно работаем с копирайтерскими инструментами. Если нужно писать прям глубоко профессионально, да, именно вот копирайтерский, и там и маркетинг, и копирайтинг, приходите на мастерскую продающего текста, тоже буду очень рада. Есть ли курсы по мастерству для писателей, да, вот ответила вопрос. А, Дарья, я была на тексте, который улыбается, ну, буду рада, как, попробовали что-нибудь, какие-то инструменты попробовали включить, получилось? Я так рада, что вы на второй вебинар тоже пришли. Да, 7 тысяч, ага, спасибо большое. Да, 20 июня, Сергей, я мало говорю, счастливые ваши читатели. А будет после 20 еще, конечно, обязательно будет, сейчас вот этот проведем и поставим в программу, обязательно будет, не закончим никак на этом, это курс моей мечты, чтобы можно было вот так сжато, дозировано, да, очень так вот спрессовать и под массу пользы получить. Обязательно будет позже. Инструменты будут применены позже. Хорошо, буду рада, если как-то дадите сигнал какой-то, да, как там получилось, не получилось. Куча идей, походу, запоявилась. Отлично, отлично. Так, я вроде никакой вопрос не пропустила, если вдруг ненароком пропустила какой-то вопрос, я с удовольствием вам отвечу. Ролик, который, текст, который улыбается. Текст, который улыбается. Был вебинар, тоже бесплатный, чуть раньше, просто записью на YouTube не появилась. Текст, который улыбается. Если хотите, да, нет, у меня здесь почта. Интересно, спасибо вам, большое спасибо за удовольствие общаться с вами. Пища для мозга получена. Отлично. Я желаю вам эту, запись обязательно будет, обязательно будет, но она появляется не так, чтобы прямо на следующий день, то есть там пока администратор регистрации записи остановлю, да, пока ее...